Почти все люди на улицах Тирасполя и Бендер будут отмечать Новый год в кругу семьи, а уже первого собираются по гостям или в город на елку. Продолжит Наталья Ткачук. Потанцевать у елок, покормить голубей, Алина с подругой и малышками Майей и Ульяной вышли в самый центр Бендер. Сквер Преображенский в снегу. Чувствуется, Новый год уже близко. Мандарины, шампанское, оливье есть, поэтому самые главные атрибуты Нового года у нас уже заготовлены. Будем отмечать с друзьями, с крестными родителями, с маленькими друзьями. Большой семейный праздник. Елку будем только сегодня ставить, чтобы не разнесли и не стащили все игрушки. Новый год по расписанию, но город и первого января должен блестеть. Светлана и Инна сразу из-за стола отправятся делать Бендеры красивыми. Мы приходим в 6 утра сюда, в первое. И в третьего у нас рабочий день. Еще день и подарки искать будет поздно. Так что сегодня все на рынок и по магазинам. Последний день можно еще и елочку подешевле купить. Свежие, красивые, пушистые. Очень рады, что такие елки есть на вашем рынке. А вы откуда? Копанка. Мандарины надо купить, яблоки, чтобы детям приятно было. Новый год дома отмечается? Нет. У сына. Сыновей надо поздравлять, детей надо поздравлять. А дома потом отметим. Мы за районе подготовились. Сейчас осталось вот тут подарки и все. 31-го дома, как обычно. Ну а первое уже к родителям. Дома? С семьей. С семьей. У нас многодетная семья, поэтому... Вот для бабушки купили подарок только пока мы сейчас. И мама вот мне подарок купила. У родителей. Идете к родителям? Да, и друзья звали, но у родителей, больше у родителей. Новый год дома – это самый популярный ответ. Новый год, говорили сегодня, это семейный праздник. А уже потом можно и в гости. Мы в кругу семьи планируем отмечать, как это традиционно происходит. Ну и будем ходить уже в эти новогодние такие каникулы, да, на елки, на праздники, которые в центре города будут. И в Тирасполь поедем обязательно. Дома дети приехали, внуки, все посъезжались, все в семье, в доме. Откуда приехали? С Люксембурга. Сын, муж, мамы, родственники. Подарки для всех есть. Уже, да, сто процентов готовы, завернуты. Будем дома, потому что маленькие детки, внучка маленькая, и будем в семье, у елочки. Елочка стоит, и на улице гирлянды горят. Да, дома, потому что сейчас одиннадцатый класс, поступление. А потом, может, с друзьями встретимся, отпразднуем, все по ситуации. Всех зовут на импровизированный концерт Василий и Виталий. Сегодня они делали праздник для бендерчан в центре. Завтра будут играть у себя во дворе. Соседи не жалуются или наоборот? Все любят, классно, когда мы играем, они в восторге от этого. То есть у вас Новый год такой мини-концерт собирается во дворе, да? Да, да. В какой район приходить, скажите? В Константиновку. Совсем немногие из тех, с кем мы сегодня говорили, собираются на Новый год куда-то поехать. Ну, а кое-кто встретит праздник на работе. Уже знаете планы, как отмечать будете? Замечательно, на работе. Я дома, как обычно, дома буду праздновать. С родителями? Да. Еду в Карпаты. Ух ты, с семьей? Да. Когда уезжаете, как рассказываете? Да, вот сегодня уже. Мы с друзьями собрались с узким кругом, теплой компанией, и мы будем вместе отмечать Новый год. Мы это планировали очень давно, и вот так. До Нового года рукой подать. И неважно, в каком месте вы его встретите. Самое главное, в какой компании и с каким настроением. Наталья Скачоке, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.